МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент подчеркнул, славянские народы должны жить в согласии. Это неизменная позиция нашей страны. Беларусь всегда предлагает мир. А вот пример, когда за себя все решают, когда мир – это невыгодно, когда умышленно подталкивают конфронтации и братубийству. В Верховной Раде сегодня день начался с радикальных решений. В первом чтении утвержден законопроект о свободном владении оружием для граждан страны, о свободном обороте оружия. Также украинский режим готовится ввести в ряде регионов чрезвычайное положение и рассмотреть постановление об объявлении в Донецкой и Луганской областях военного положения. В стране также начался призыв резервистов от 18 до 60 лет. Обострение кризиса вокруг Украины грозит глобальным продовольственным кризисом. Страна фактически лишилась возможности экспорта через Черноморские порты. Владельцы судов отказались доставлять и забирать отсюда грузы, учитывая, что эта страна вместе с Россией производит треть продаваемой на мировых рынках пшеницы, пятую часть кукурузы и 80% подсолнечного масла. Рост цен на эти продукты абсолютно неизбежен. Ну а между тем, по данным Всемирной продовольственной программы, в настоящий момент дефицит продовольствия переживает более 200 миллионов человек. Санкционная стратегия ЕС приобретает понемногу определенность. Польша не будет вводить против России отдельные от Евросоюза санкции. Это заявил премьер Моровецкий. По его словам, экономика Польши недостаточно крепка. Практически такая же риторика звучит из Австрии и Германии. В условиях экономического кризиса эти страны не готовы начинать большую торговую войну. Что касается Евросоюза в целом, то он уже ввел против России рестрикции. Боррель определил их так. Русские политики больше не будут ездить в Европу на шопинг, в клубы и за бриллиантами. Твит с такими угрозами был опубликован, а потом стыдливо удален. Факт, однако, остается фактом. Ограничение ЕС касается нескольких банков, а также депутатов Госдумы. Сразу два американских боевых вертолета «Блэк Хоук» потерпели аварию в штате Юта. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Материальные потери составили 22 миллиона долларов. Причины инцидента выясняются. Машины довольно уверенно следовали вдоль горного склона, но потом внезапно рухнули в клубах снежной пыли. Вертолеты принимали участие в учениях Национальной гвардии США. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пеневич сегодня принял участие в досрочном голосовании на референдуме по конституциям, как отметил руководитель ведомства. Социальная ориентированность – визитная карточка нашего государства. И новая редакция основного закона утверждает и цементирует гарантии белорусских граждан. В частности, доступность системы здравоохранения. Мы живем в условиях пандемии несколько лет. И при этом совершенственная инфраструктура системы здравоохранения не только не уменьшится, но она гораздо более идет высокими темпами. Поэтому, конечно же, я иду голосовать сегодня в том числе за этот новый проект. И в том числе то, что касается системы здравоохранения. Ну и как гражданин, конечно же, в целом за новый проект, как один из условий движения нашего вперед. Также Дмитрий Пеневич обратил внимание на соблюдение санитарных норм. К тому же наблюдается спад заболеваемости ковид, что тоже положительно повлияло, в том числе на проведение досрочного голосования и активность белорусов. Досрочно высказал свою позицию сегодня и глава Март Алексей Богданов. Убежден, изменения в Конституции позволят нашему государству развиваться поступательно, совершенствуя законодательную систему и, самое главное, закрепляя духовные, моральные, нравственные ценности, которым все меньше уделяет внимание в мире. Мы видим, что происходит вокруг нашей страны и те нормы, которые мы закрепляем в нашей стране, они позволят нашим потомкам не забыть о том, что было ранее, о том героическом прошлом нашего народа, нашего государства и позволят закрепить нравственные и духовные ценности, которые сегодня, к сожалению, мы наблюдаем. Но внаружи они, конечно, немножко страдают, размываются. Ну и кроме того, конечно, усиливается оперативная работа правительства нашей страны, которая в условиях изменчивого мира может более быстро и оперативно принимать решения по управлению государством. Досрочное голосование проходит по стране по 26 февраля. Включительно заблаговременно прийти на участки могут белорусы, которые не смогут сделать это в день проведения референдума, в основной день, в воскресенье, 27 февраля. Достойные результаты, но ввиду возросшей конкуренции было сложно подняться на Олимпийский пьедестал. Так, итоги выступления на Белых Играх прокомментировал тренерский штаб и атлеты сборной Беларуси по конькобежному спорту. Сегодня команду встречали в национальном аэропорту. Из высоких результатов отметим седьмое место в масс-старте у Марины Зуевой, а Игнат Головатюк на дистанции тысячи метров стал шестым. При этом до результата бронзового призера не добрал всего 15 сотых секунды. Есть осады, конечно, как бы доволен своей скоростью, доволен своей формой, но немного где-то не дотренировался, где-то не потянул. И всегда обидно, когда такие, так скажем, сотые, тысячные проигрываются за медали. Хороший тренер, думаю, всегда будет недоволен. И непосредственно на поле боя видно, где еще можно добавить, где спрогрессировалось. Да, большая часть ребят сдвинулась вперед, нежели своих квалификационных мест. Это показатель того, что вся национальная команда была хорошо подведена к старту. Напомню, с двумя серебряными олимпийскими наградами у биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой Беларусь заняла 24 место в медальном зачете. И к этому часу все больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok